Приветствую вас, Ангелина. Я думаю, что глобально ваша проблема заключается в том, что вы себе не доверяете. Потому что, когда вы говорите о том, что я не понимаю мужчину, да, я не понимаю, что он делает, почему он так всегда ведет и прочее прочее. Но это все-таки вы говорите про недоверие себе и про попытку восстановить вот тот баланс, да, восстановить статус-кво, которое вам необходимо для того, чтобы чувствовать себя спокойно. Идея заключается в том, что для личного спокойствия вам необходимо, ни много, ни мало, чтобы другого человека вы могли понять. И в этом, наверное, заключается самая главная ваша проблема. что для того, чтобы чувствовать себя хорошо, для того, чтобы чувствовать себя комфортно, вам нужно понимать другого человека. А без этого, без этого, без этого момента, вы себя чувствуете, мягко говоря, не очень хорошо. Это мягко говоря, да. Вот, собственно, в этом заключается вся ваша трудность. Ну, выбираете ли вы молодого человека себе под стать, я имею в виду, тоже не доверяющего себе, например, или нет, это уже несколько другая история, да, ну, потому что... Потому что непонятно, какой был бы человек, вот, ну, очевидно, что он тоже не слишком, скажем так, себя уверен, очевидно, что он не слишком разбирается в своих чувствах, очевидно, что он не слишком хорошо себя понимает. Вот, и, соответственно, очевидно, у вас некоторые сложности имеют место быть, вот. Ну, другой вопрос заключается в том, чего вы хотите. То есть, если вы говорите, что вы своего, ну, вот, своего мужчину любите, если вы говорите, что вы его любите именно, вот, то, наверное, ну, в первую очередь нужно поисследовать, что вы понимаете под любовью. Как вы понимаете любовь, любовь, вот, что такое любовь для вас, вот. Это будет, пожалуй, куда более важная история, куда более такой важный момент, если мы говорим, ну, про вот эту ситуацию, связанную с вами, да, если мы говорим про вот этот момент, который вы описываете, вот, если мы говорим про вашего, ну, про, ну, про ваши текущие сложности, сложности, ну, вот. Дальше. Мужчина вполне может быть, что вами манипулирует. Ну, вот, ну, понятно, что, может быть, он это делает и неотсознанно, да, но, вполне вероятно, что он вами манипулирует. Вот. Причин может быть много, причин может быть много, а того, что он себя так ведёт, например, это какая-то неуверенность в себе, в собственных силах, вот. Это, может быть, страх вас потерять, вот, и так далее. То есть, там, много, да, достаточно, может быть, вариантов, вот. Ну, очевидно, что человек чего-то боится, очевидно, что человек чего-то опасается, очевидно, что человек чего-то, чего-то, ну, что-то его беспокоит. Так вот, вопрос, конечно, заключается в том, что именно, о чем именно идёт речь, потому что сначала, мягко говоря, непонятно. Но ключевой момент всё же именно в том, что вы, Ангелина, не доверяете сам себе. Вот. Собственно, вы и пишите, что как бы здесь что делать, я запутал, да, как быть, чтобы что, что делать, чтобы что, запутались в чём. Ну, а собака – это просто оправдание вашего нежелания делать выбор. Может быть, даже вашего страха делать выбор и желание брать на себя личную ответственность за то, что с вами происходит. То есть, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Опять же, у страха личная ответственность есть личная личная ответственность. Есть свои основания. Какие именно основания нужно поисследовать, вот. То есть, почему вы боитесь личной ответственности, чем она вас пугает и как – это нужно тоже изучить. Вот. Ну, учиться, наверное, в первую очередь доверяться тебе, то есть, принимать полностью свои чувства, принимать полностью свои переживания, переживания. Вот. И уже потом, после этого, можно будет выстраивать какую-то вот линию победителя, да. Можно будет дальше уже смотреть, как вам поступать. Вот. Ну, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.